Уважаемые девы, всем доброго времени суток! Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 23 по 29 октября, включительно. Расклад общий, поэтому он подойдет как женщинам, так и мужчинам. Что мы сегодня просматриваем? Основные характеристики всей этой недели. Все, что может касаться дома, семьи, взаимоотношений, работы, карьеры, возможных доходов, расходов и любой информации, на которую расклад будет акцентировать свое внимание. Подведем итоги этого периода. Также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора. И сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания. Та карта, которую я достану в произвольном порядке, после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос. Поэтому думайте о своем желании. Колода настраивается на ваш запрос. На столе вы видите три колоды. Все три колоды я буду использовать в работе. Я напоминаю, что все те, кто знает свой асцендент, просмотр вы можете также делать как по асценденту, так и по своему основному знаку зодиака. И то, и другое. Правильно. Колода фактически готова. И я приступаю к выкладке карт. Кому нужно больше времени на свой вопрос желания, нажимайте на паузу. Итак, ваша первая карта. Уважаемые девы, все карты перед вами. И я приступаю к прочтению вашего расклада. Что интересно, что в ваш расклад выпало пять старших арканов, четыре из которых я наблюдаю в нижней линейке в основе вашей жизни. А это говорит о том, что даже на момент просмотра и в последнее время в вашей жизни происходят очень важные изменения, от которых может зависеть ваше будущее. Среди этих старших арканов две карты влюбленных. Да, в этой колоде две карты старших арканов влюбленных. Одна карта говорит о том, что с каким-то выбором вы сомневаетесь, но по факту во многом ваш выбор предопределен. И об этом говорит вторая карта влюбленных. Также рядышком я вижу мага, я вижу императрицу. Поэтому в вашей жизни очень много манипуляций, возможно, лично ваших другими людьми, но также и кто-то может манипулировать вашей жизнью, вашей судьбой, пытаясь, может быть, подчинить вас своим интересам или навязать вам свою волю. Расклад начинается с семерки мечей. Карта предательства, карта сплетен, карта боли. И самое неприятное по этой карте – это то, что вас обсуждают те люди, возможно, которым вы доверяли, верили, общались, еле пили задним столом или даже вы этим людям делали какие-то блага, но кто-то явно недоволен вашей жизнью или вашими поступками. Здесь я вижу двух женщин на вас обозленных, которые считают все время, что вы им что-то должны и за вашей спиной могут вести себя крайне неспокойно. То есть в отношении вас вам постоянно могут перемывать кости и еще и других против вас настраивать. Возможно, вас обвиняют в предательстве, хотя эти люди себя ведут не самым лучшим образом. и, возможно, и то, что по этой карте вас кто-то просто в чем-то пытается сделать козлом отпущения. И по этой карте к вам, конечно, может доходить любая неприятная информация, которая вас может расстраивать. Возможно, вы кому-то настолько сильно не доверяете, что вам хочется кого-то наказать, приструнить или поставить на место. Конечно, если говорить о каких-то важных делах, в особенности, если вы имеете дело с другими людьми, решение любых важных вопросов в понедельник лучше избегать. И эта карта может говорить о том, что вам стоит пересмотреть свое самое ближайшее окружение. Второй картой на входящие события снова выпала девятка мечей. Она может говорить о том, что у вас как будто бы на что-то сил не хватает, вы истощены. Это могут быть и какие-то сложные, тяжелые мысли. И, кстати говоря, карта может показывать и энергетический пробой, потому что в этой колоде она это и обозначает. И если вы себя вдруг плохо чувствуете, у вас что-то не получается, у вас опускаются руки, вам кажется, что у вас на что-то нет здоровья, вам только кажется, потому что на самом деле с вами все в порядке на физическом уровне, но на энергетическом вас могут пробивать вот этими разговорами и своей ненавистью, злобой, желчью. Эта карта может говорить о том, что в вечернее время суток или в ночное время суток как будто бы есть какие-то страхи. Это лично ваши страхи, вашего сознания и подсознания. Может быть, вы что-то слышите, или вы что-то видите, или вам кажется, что рядышком с вами кто-то находится. Также эта карта может показывать и кошмары, может показывать плохой сон или тревожный сон, или даже то, что у кого-то может быть очень часто бессонница. Но это признак того, что в ваше приватное поле кто-то пытается вторгнуться, и это на вас отражается, потому что вы все это чувствуете. Могут быть моменты, когда вообще просто я лежу, не могу встать или не хочу вставать, или мне ничего не интересно, или мне ничего не нужно. То есть может быть полная апатия. Вы должны вытягивать себя из вот этого состояния, чтобы вашим врагам не было радостно. Назло всем или вопреки всему вы должны быть сильнее тех, кто вас может поливать грязью. В центр вашего расклада выпала карта Пажа Монет. Она говорит о том, что может быть очень много финансовых хлопот, рабочих хлопот для тех, кто при работе, для тех, кто учится. Карта может показывать и процессы образования, обучения, то, что вы что-то будете учить с большим вниманием, и усердием, усидчивостью. Может быть кто-то получает дополнительные знания для того, чтобы потом благодаря этим знаниям подрабатывать или зарабатывать больше. Все это для вас возможно. То есть, если вы хотите поднять свой уровень, учитесь. И учиться вы можете в любом возрасте. Совмещать работу и учебу вы тоже сможете, хотя по этому поводу могут быть переживания, но все будет получаться. Так как эта карта материальная, она показывает и финансовые поступления, но это небольшие деньги. И для того, чтобы их заработать, приходится хорошо потрудиться. В малом кресте вашей судьбы я вижу еще двух людей. Это королева мечей и карта рыцаря чаш. В большом кресте я вижу императора и вижу принцессу мечей. Все эти карты могут показывать конкретных людей в вашей жизни и ваше общение с этими людьми. Если меня смотрят женщины, то вы сами должны быть очень внимательны в этом периоде, в любых вопросах грамотной, аналитически и стратегически мыслящей. Но вы таковыми и являетесь. То есть, по этим картам я вижу, что вы будете продумывать каждый свой ход, каждый свой шаг, чего бы это ни касалось, работы, личных отношений или ваших врагов. Вы за себя по королеве мечей постоять можете. И вашим врагам может быть ох, как не сладко, если вы начнете кого-то ставить на место или кому-то мстить. Я не вижу того, чтобы вы пошли на какую-то месть, но в отношении тех людей, которые идут против вас, вы настроены серьезно. По королеве мечей, возможно, в этом периоде вообще будет много всякой разной информации, с которой приходится работать. От этого может зависеть и ваш прямой заработок. Если говорить о мужчинах-девах, то на вашу жизнь может влиять как минимум две, а то и три женские особы. Из внешнего мира я вижу молодую женщину-девушку и также я вижу две женщины постарше, королеву монет и королеву мечей. В скрытых факторах есть еще императрица, это еще одна женская особа. Возможно, с этими двумя женщинами вы будете связаны какими-то бумагами, документами, официальными вопросами или вопросами работы или финансов. От этих женщин в отношении вас идет также помощь и поддержка, но будут и какие-то спорные вопросы, которые нужно будет решать по месту. И по этому поводу тоже много суеты и хлопот. В общем-то, я вижу, что вы будете стараться держаться на позитиве. И мыслить правильно. Многие из вас все свои мысли устремят на работу, на доходы или на образование, или и на то, и на другое. Те, у кого есть дети, это огромная помощь с вашей стороны вашим детям, потому что я вижу, что у них тоже сейчас могут быть определенные сложности. Немаловажно также и то, что в дом ваших финансов выпала активная карта рыцаря чаш. Это может говорить о том, что к вам поступают деньги, но они активны. И тут же эти деньги во что-либо вкладываются, в какие-то важные для вас, может быть, начинания, возможно, дороги, поездки. Это может касаться и отдыха, и любовных отношений. Поэтому, если есть человек, о котором вы думаете, с которым вы встречаетесь, может быть, вы кому-то хотите сделать сюрприз, сделать что-то приятное. Те, у кого есть собственный транспорт, это может быть вложение денег в собственную машину, может быть, желание купить у кого нет машины, или поменять старую на новую. Здесь вы вольны делать то, что считаете нужным. Я вижу, что у вас будет выбор из возможных вариантов. Спешить пока с чем-то не стоит. На внешний мир я вижу также, что выпала весомая мужская фигура. Это император. Если говорить о женщинах, которые в браке, эта карта может показывать вашего супруга. Но эта карта может показывать и любого другого мужчину, с которым вы будете связаны во внешнем мире. Потому что благодаря этому человеку в вашей жизни может что-то стабилизироваться и быть в норме. И второй мужчина помоложе тоже вам чем-то может помогать. Если говорить о мужчинах-девах, несмотря на то, что в центре мы видим женскую фигуру, и мы видим еще две женские карты, за вас что-то пытаются решать женщины, но все равно по императору вы свою жизнь все-таки берете под свой собственный контроль. И вы пытаетесь многие процессы организовать правильно. На себя в чем-то берете основную ответственность, потому что вы за кого-то в ответе или кто-то от вас может еще зависеть. Те, у кого есть дети, очень действительно важна тема ваших детей, потому что и в центре расклада выпала карта пожа, может говорить о ребенке, и на внешний мир выпала карта пожа. Также я вижу, что есть человек, помимо тех двух женщин, о которых я говорила в начале расклада, это женщина, которая выдает себя за хорошую знакомую или подругу, может быть пытается как-то влезть в вашу душу, получить от вас какую-то информацию, но при этом потом эта информация искажается, здесь тоже есть зависть, возможно даже какая-то конкуренция. И эта карта может показывать мелкие пакости, мелкое вредительство на информационном уровне. По этой карте, возможно, вы сами будете из-за кого-то или из-за чего-то нервничать, потому что до вас может доходить какая-то неприятная информация, которую вы все время анализируете. Вы понимаете, что у вас недостаток каких-то аргументов или фактов для того, чтобы кого-то в чем-то обвинить или кому-то поставить какой-либо ультиматум, но той информацией, которую вы соберете сейчас, вы сможете воспользоваться позже. Остерегайтесь женских интриг или женской зависти, если говорить о женщинах. Я вижу, что у вас есть какая-то женщина, которая является для вас преданной и верной подругой, но я вижу, что вы по факту никому не доверяете, вы доверяете, но постоянно кого-то проверяете или перепроверяете. Даже те, кто не работает вообще, и центральная карта, и карта рыцаря чаш говорит о том, что с деньгами вам кто-то либо помогает, либо у вас есть небольшой источник дохода. Теперь мы возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто работает и тех, кто не работает, потому что от этого напрямую могут зависеть ваши финансы. Смотрим, что нужно знать тем, кто при работе. Те, кто при работе, для вас выпала девятка чаш. Карта радости, карта хорошего урожая, карта возможностей. Она говорит о том, что вы и поработать можете, и отдохнуть можете. Или благодаря тем благам, которые придут в ваши руки, вы как раз и сможете потом себе что-то позволить. Карта дополнительного совета на профессиональную сферу. Это карта Луны. Прежде всего, эта карта может показывать вашу интуицию в работе, поэтому в рабочих моментах интуиция вас тоже не подводит, прислушивайтесь к ней. Карта может говорить о том, что вы можете иметь дело с людьми, которые не до конца с вами искренни, или не до конца открыты, или не до конца откровенны. Вам кто-то дает информацию в рабочей среде не больше той, которую вы должны услышать. И такое чувство, что кто-то от вас что-то утаивает, или что-то вам не договаривает. Вы это можете, конечно же, ощущать. Тех, у кого есть семейный бизнес, особое внимание, потому что здесь вам нужно что-то пересмотреть в семейных отношениях, так, чтобы это не отражалось на рабочие отношения и на ваши доходы. Карта может говорить о том, что нет постоянной стабильности в работе. Именно поэтому и есть волнение. Для тех, кто в этот период вошел не работой, а что нужно знать вам. И для вас выпала карта Принца Пентаклей. Для тех, кто уже активно ищет, я вижу, что нужно еще немного времени, но работу для себя интересную найти вы сможете. Возможно, и то, что вам кто-то что-то будет предлагать, или вы с кем-то будете встречаться и обсуждать что-то по трудоустройству предложение окажется для вас хорошим. Грех ним не воспользоваться. Для тех, кто на пенсии, возьмем также для вас дополнительную карту, это Четверка Пентаклей. К вам поступают деньги, они небольшие, но они стабильные. Конечно, карта говорит о том, что вы пытаетесь где-то сэкономить, где-то придержать, и по возможности даже еще умудряетесь немного откладывать. При разумном планировании бюджета у вас это может получаться. Ну а теперь вернемся в вашу финансовую сферу, тех, кого волнуют вопросы кредитов или долгов. Я вижу, что вы свои долги сможете закрывать, но если говорить о женщинах, не без помощи мужского лица или с мужчиной, вы по поводу чего-то будете советоваться. Затруднения с отдачей денег есть, потому что эта карта показывает небольшие доходы в этом периоде. Конечно, если говорить о новых кредитах, в этом периоде их лучше не открывать. Также не стоит куда-либо вкладывать большие суммы денег. Если даже вы во что-то вкладываете денежки, то делайте это по чуть-чуть, понемногу. Дозировано. Таким образом, вы финансово быстрее будете восстанавливаться и больше будете видеть, на каком вы свете по финансам. Меньше будет переживаний по поводу того, что на что-то может не хватить. Вообще, в планах я вижу, что есть какие-то грандиозные, масштабные проекты по работе. Возможно, вы хотите начать что-то вообще новое. Возможно, вы хотите что-то с чем-то совместить, с кем-то посотрудничать. И это сотрудничество может быть очень удачным и интересным на будущее. Поэтому, да, много в ваших руках. Если кто-то из вас в этом периоде оформляет любого рода бумаги или документы, с этим тоже могут быть хлопоты. Вопрос может немножечко затягиваться во времени, потому что он может зависеть не только от вас, но и от других людей. Но позже закрыть и решить вы его сможете. Хотя сейчас что-то даже может тормозиться. Переходим в вашу личную жизнь, в начале тех, кто в супружестве. И для вас выпала карта императора и карта королевы мечей. Мы видим мужчину и женщину. Основную ответственность за все то, что происходит в доме, на себя возлагает мужчина. И мужчина от этой ответственности не отказывается, не уходит от своих обязательств. Потому что понимает, что от него можете зависеть не только вы, но и дети, и что-то в плане быта. И если говорить о женщинах, то именно благодаря супругу в вашей жизни в этом периоде есть дополнительная стабильность. И на своего мужчину вы можете рассчитывать. Хотя вы очень часто сознательно идете на конфликт и, может быть, своего мужчину провоцируете на выяснение отношений. И карта королевы мечей может говорить о том, что у вас завышенные требования к партнеру, но и к самой себе вы тоже очень требовательны. Вы хотите порядка, вы хотите подчинения, вы хотите уважения. Но при этом нет близости между вами. И если вашему мужчине этого не хватает, конечно, он автоматически думает об этом. Хотя внешне может этого не показывать. В подсознании вашего партнера я вижу, что ему хочется, чтобы вы были мягче, нежнее, добрее, внимательней. А вы показаны как женщина-воин. И у вас на все свое мнение, на все своя позиция. И порой вы своего мужчину не слышите вообще. Вы заняты чем-то своим, а ваш мужчина стоит за вами. В личных отношениях, конечно, стоит что-то пересмотреть. Именно поэтому в ваш расклад и выпало две карты влюбленных. Это может быть важным и для тех, кто в паре, и для тех, кто пока в свободном поиске, или вы с кем-то только-только встречаетесь. Может быть и такое, что кто-то либо уже в состоянии треугольников, либо вы в состоянии треугольников можете оказаться, потому что в скрытых факторах все-таки карта влюбленных, которая говорит о том, что мне тяжело принять решение, с кем быть, с этим человеком или с другим. Вам очень не нравится, когда в отношениях вами манипулируют или вами управляют. И в партнерстве вы всегда стараетесь доминировать. Если говорить о женщинах, то часто проявляем мужские черты характера. Но не забывайте о том, что вы все-таки женщина. Где-то вы красиво должны уступить, но при этом вы можете делать так, как считаете нужным. У наших семейных отношения в паре сохраняются, но могут быть и напряженные моменты. Старайтесь не ругаться, а договариваться. Переходим к нашим свободным девам. Для свободных выпала карта старшего аркана влюбленных, карта королевы монет и карта четверки мечей. По первой карте влюбленных, я так полагаю, что кто-то уже встречается. У вас есть друг или подруга, и вы можете быть уже влюблены. Если говорить о королеве монет, для женщин это вы собственная персона. Я хозяйка своей судьбы. Я знаю, что я делаю. Я знаю, кого я выбираю. И вообще я знаю, чего я по жизни хочу и как мне поступать. Вы выбираете в отношениях, а не вас выбирают. Но по четверке мечей почему-то я не вижу полного счастья. Вы сейчас сконцентрированы очень сильно на финансовом поле, потому что для вас важно заработать, для вас важно быть независимой финансово от партнера. Может быть, у вашего партнера есть какие-то финансовые проблемы, он в затруднениях, и вы еще своего мужчину можете чем-то поддерживать. И об этом также говорит королева монет. Карта влюбленных, конечно же, говорит о том, что вас любят. Это очень трепетная карта. Карта чувств и эмоций. Но даже на любовные отношения вы смотрите с практической позиции того, что вам эти отношения принесут в будущем. Что мне этот человек сможет дать? И что я смогу дать этому человеку? Четверка мечей может говорить о том, что порой наступают моменты, когда просто действительно ничего не хочется. По первым двум картам вроде бы все неплохо, вы движетесь, вы что-то делаете, вы куда-то идете, потом раз, остановка, все, депрессия, все меня оставьте, ни с кем не хочу разговаривать, дайте мне покоя. И желательно, чтобы меня вообще в этот период никто не трогал. Даже самые родные. То есть вы себе сознательно ищите уединения. Четверка мечей все-таки говорит о том, что вы страдаете из-за кого-то или из-за чего-то. И из-за своих чувств, и из-за финансов. Поэтому все это для вас может быть важно. Но ваш выбор все-таки еще впереди в том плане, что жизнь не останавливается. Выходите из вот этих депрессивных состояний, желательно вообще в них не входите. Четверка мечей может говорить о том, что у кого-то могут быть недомогания, даже на физическом уровне, поэтому следите на этой неделе за своим здоровьем. Об этом предупреждали и две первые карты. Если чувствуете, что приболели, сделайте сознательно паузу, останьтесь дома, займитесь собой, просто отлежитесь и все придет в норму. Что в скрытых факторах? В скрытые факторы для вас выпала карта старшего аркана мага, карта влюбленных и карта императрицы. Три старших аркана одновременно. Говорят о событиях большой важности, которые грядут в вашу жизнь. По магу вы показаны как люди очень способные, которые действительно способны управлять сознанием других людей и даже кому-то внушать свои мысли. Вы показаны как лидеры, безоговорочные лидеры. Но если говорить о личных отношениях, то в личных отношениях мужчина все-таки пытается преломить женщину. Но женщина в чем-то не уступает мужчине. Ни по интеллекту, ни по своим действиям. И если говорить о мужчинах, девах, как бы вы ни были умны, именно благодаря мудрости женщины вы будете развиваться. Вот эта карта влюбленных действительно может говорить о том, что вы еще будете стоять на жизненном распутье. И касательно личных отношений, и касательно каких-то новых проектов, но у вас что-то новое как раз связано с изменениями в личной жизни. И они будут происходить одновременно и в личной жизни, и, может быть, и в работе, и в творческих планах. Вам очень важно быть любимыми, и вам очень важно, чтобы вас любили. Вам очень важно восхищать кого-то, притягивать к себе взоры. Конечно, если говорить о женщинах, то по императрице вы красавица, вы вне конкуренции. И даже если вдруг в отношениях есть кто-либо, или кто-то пытается конкурировать с вами, мужчина все-таки делает выбор в отношении вас, а не другой женщины. Но по этим картам вы можете с собой во многом гордиться. Три этих карты показывают очень сильных людей, которые меня смотрят, несмотря на то, что расклад начинался с двух достаточно сложных карт. На завершение этого периода выпала двойка монет. Она говорит о том, что и в выходные дни вы будете суетиться, бегать, что-то решать, по факту не отдыхать. Может быть, кто-то захочет поработать, или тут что-то обсуждается по работе. Но благодаря этому общению действительно поработим что-то в постоянном движении. Ну, а теперь откроем карту скрытых факторов или карту форс-мажора. Обратите внимание на эту карту пять мечей. Сверху мы видим пять мечей. Снизу мы видим человека абсолютно раздетого, который догоняет другого человека и буквально хватает его за ворот одежды. Второй человек как будто бы убегает, и вы хотите кого-то догнать. Эта карта говорит о том, что кто-то из своих врагов в отношении вас проявит себя очень негативно. Но, скорее всего, вы или поймете, кто это, либо вы человека споймаете на чем-то горячем, и тут просто будет гром и молния. Почему мы видим человека обнаженного? Потому что ваша душа чиста, вам нечего скрывать, вам нечего таить, и вы ни против кого не плетете интриги. Но те, кто против вас замыслил негативное, вы будете наказывать по всей строгости и даже весьма жестоко, потому что вы отыграетесь на своих врагах по полной. Ну, а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. Поэтому будьте осторожны. Видите, здесь как бы склубились три карты мячей, семь мячей, пять мячей, девять мячей. О чем это говорит? О врагах ваших говорит, о ваших завистниках говорит. Смотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта королевы жезлов. Эта карта дает утвердительный ответ «да». Но если меня смотрят женщины, то, скорее всего, ваше желание может завести еще от какой-то дамы или от ваших активных собственных действий. Но я вижу, что здесь будут какие-то препятствия, или кто-то вам завидует, или кто-то с вами конкурирует. Потому что даже по поводу вашего вопроса тут ходят какие-то разговоры. Весь этот негатив вы преодолеете и обойдете, потому что будет успех, будет радость, будет победа. И благодаря тому желанию, которое вы загадали, в ваши руки приходит что-то еще, какие-то возможности, даже несколько. Очень хороший результат по итогу. Но как-то тут будет немножечко все на нервах. Будьте тверды и настойчивы в своем желании. Если, например, вы задали вопрос, является та или иная женщина, моим врагом, конечно, эта карта дает ответ «Да». Даже в негативе. Смотрим, что еще вам нужно знать. Для этого я беру Оракул Ленорман. О чем вам нужно знать еще на самое-самое ближайшее будущее. Карта ключа, карта каких-то тайн, лично ваших тайн, лично ваших секретов, карта аиста, карта дома. То есть все это может показывать родовые или семейные секреты, семейные тайны. Вы пытаетесь решить, возможно, какой-то вопрос дома. Может быть, у кого-то наследство. Может быть, что-то решается по жилищным моментам. Я так полагаю, что кто-то из вас обдумывает переезд или перелет или какую-то важную дальнюю дорогу. Все, что вы задумали, вы сможете сделать. И кто-то из близких людей вам помогает. Карта ребенка может показывать и ваших детей, и то, что что-то может зависеть от ваших детей. Также эта карта может показывать просто большой трепет или большие лично ваши волнения в отношении задуманных вами планов или ваших секретов. Дополнительный совет и, возможно, развитие событий на более отдаленное будущее. Карта сада и карта клевера. Обе карты показывают отдых, радостное общение, положительные эмоции. Вы будете в каких-то людных местах или вы где-то будете на природе, но это будет масса положительных эмоций. Притом рядом будет кто-то вас любящий и вам преданный. Но по этой карте я вижу целую компанию людей. Это как люди, которые являются в чем-то вашими единомышленниками или люди, которые вам близки по интересам. Тут идет какая-то очень интересная информация, новая для вас. Поэтому могут быть и новые знакомства, и новое общение. И то, что касается любых вопросов дома, возможно, даже имущественных вопросов, как я говорила, тут с вашей стороны идут решительные изменения. То есть вы здесь что-то пытаетесь менять в доме и будете четко придерживаться своих планов. Вы как будто бы в какие-то моменты не знаете, как вам поступать или в чем-то сомневаетесь, но по первой карте я вижу, что все ключики на поверхности, они все рядышком с вами. Любую проблему, абсолютно любую, вы способны решить. И последние две карты призывают многих из вас оставить свое одиночество, оставить свою тоску, оставить скуку, негативные эмоции, уметь радоваться жизни, жизни, а жизнь вас чем-то порадует по этим картам, это точно. Уважаемые девы, таким для вас был расклад на эту неделю. Оставляйте обратные комментарии, пересматривайте расклад по прошествии времени, и тогда вы точно будете понимать, что проигралось, а что не проигралось. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписан, я вам всем желаю огромной удачи, мудрости в принятии любых решений в вашей жизни, мира и процветания. Я не прощаюсь с вами, я вам всем говорю до свидания, до следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok